Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О самых знаковых событиях для медицинского учреждения расскажем сегодня. Мы открываем окно здравоохранения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все мы долго этого ждали. Конечно, сопровождалось это чередой скандалов. Но, слава богу, это все завершилось. И мы получили тот объект, который сейчас можем пользоваться со всеми теми надеждами, которые у нас есть. То, что в нем сейчас у нас будет хороший и удобный процесс приема и работы нашего населения. В полной мере у нас заработали, в том числе, установленные на территории врачебные амбулатории на территории района Горела и Горбуша. Сейчас наши жители могут оценить то, что максимально приближена к ним помощь. Мы постарались укомплектовать это врачебными кадрами. И на сегодня посмотрим и видим, как это востребовано. Как люди уже начинают переживать за те здания, за которые они сперва переживали. Нужны ли они вообще. На сегодня у всех есть понимание, что да, это нужно. Мы максимально постарались приблизить медицинскую помощь к жителям. И на самом деле это достаточно позитивный момент у нас. В плане транспорта у нас больница очень стала хорошо, опять же, оснащена, потому что нам передавались не только санитарный транспорт. То есть там два Соболя было передано, четыре Нивы, получается, которые работают на здравоохранение на сегодня. Но плюс еще мы получили два передвижных фельдшерско-акушерских пункта, которые уже работали. То есть это полностью укомплектованные ФАПы. Один приходил прям сразу на нашу больницу, один ушел на больницу Пластунскую. Но в связи с тем, что там требуется совершенно другая колесная формула и для необходимости обслуживания труднодоступных каких-то районов, то посчитали необходимым передать его к нам. Но у нас они уже отработали в прошлом году, то есть выезжали в населенные пункты там, где нет, получается, медицинской помощи. И, соответственно, там мы проводили нашими силами диспансеризацию именно на таких вот передвижных ФАПах. В принципе, это оказалось достаточно удобно, достойно и комфортное условие для нашей работы и для того, чтобы люди приходили, обследовались, получали медпомощь. Очень мы переживали за поставки оборудования, которое приходило к нам тяжело. Направлений по поставкам оборудования у нас было два. То есть мы получали медицинское оборудование для того, чтобы развить медицинскую реабилитацию. И у нас уже на сегодня пошел процесс, то есть более 20 человек уже в прошлом году, которые прошли курс стационарной реабилитации в нашей больнице. Мы видим, как это хорошо помогает и сумма приобретенного оборудования, там было со стороны края, именно более 16 миллионов рублей. То есть оборудование мы получили. Больше всего мы переживали за поставку тяжелого оборудования. То есть в нашем случае это компьютерный томограф. Потому что за период той пандемии, которая была у нас, мы фактически ввели компьютерный томограф наш больничный в тот режим эксплуатации, в котором он не бывал никогда. То есть он эксплуатировался 24 на 7, 365 дней в году без остановок. То есть и с учетом того потока пациентов нагрузка на него была очень большая. В результате произошла поломка оборудования, то есть сломала специфическая видеоплата и аппарат вышел из строя. В связи с возникшими логистическими сложностями мы тот КТ-аппарат, который был уже выигран по конкурсу и должен был прийти к нам, получали очень долго. Но в декабре он поступил уже и начал работать на территории. То есть на сегодня мы говорим о том, что КТ у нас опять делается, опять все в норме. То есть наш сосудистый центр, который работает, инфекционное отделение, все подразделения больницы, которые нуждаются в компьютерной томографии, получают необходимый вид диагностического обследования. Ну хотя даже на тот период, может быть в усеченном объеме, но слава богу нас поддержали коллеги из Кавалеровской больницы. То есть мы имели возможность при необходимости проведить компьютерную томографию на Кавалеров. Помимо поддержки в рамках краевых и федеральных средств, Дальнегорская больница оснащалась и за свой счет. Так были приобретены 10 современных функциональных кроватей, которые существенно повышают комфорт пациентов. Помимо этого в хирургическом отделении был уложен новый линолеум. В кадровом плане у нас тоже было много достаточно позитивных событий. То есть первое это прибытие новых докторов. Мы практически смогли или подошли практически напрямую к полному укомплектованию первичного звена терапевтами в нашей поликлинике. То есть это позволяет полностью охватить все участки нашего города уже. Единственное, сейчас у нас конечно стоят амбициозные задачи охватить такой же квалифицированной медпомощью и наши отдаленные населенные пункты. Но я думаю, что в течение 2023 года у нас есть шансы это сделать. Конечно, каждого вновь прибывшего доктора мы вообще встречаем как звезду. Но по крайней мере на сегодня мы подошли к тому, что такого резко выраженного дефицита специалистов или боязни того, что у нас может остановиться какой-то вид помощи из-за того, что у нас на сегодня нет на нем человека. Ну, практически нет. То есть поэтому в этом направлении мы смотрим достаточно позитивно. Но при этом мы стараемся дальше вести работу по привлечению новых докторов, чтобы к нам люди приезжали, работали. Потому что это вопрос опять же, как сказать, продолжительности жизни. Это вопрос удовлетворенности качеством медицинской помощи со стороны того населения, среди которого и мы живем. Поэтому здесь мы достаточно позитивно настроены. Для того, чтобы было понимание, больницу мы подхватили, в которой было 78 врачей. На сегодня мы уже давно перевалили в 100, приближаемся там к 110. Ну, 105, по-моему, на сегодня или более врачей у нас есть. Это именно вновь прибывшие уникальные специалисты, которых ранее не было на территории. Конечно, были потери. То есть кого-то у нас сманили, потому что коллеги с других населенных пунктов тоже как бы не сидят сложа руки, пытаются предлагать свои какие-то выгодные условия. И здесь мы в рамках конкурентной борьбы. Поэтому я прошу учитывать это все при контакте с докторами. То есть создание максимально комфортных условий для вновь прибывших докторов. И в том числе со стороны тех пациентов, которые к ним обращаются. Это очень весомый аргумент для того, чтобы люди оставались у нас на территории. То есть в этом случае мы просто просим поддержки со стороны нашего населения. Потому что каждый доктор, это каждая кадровая работа с ним и работа в переговорах. Ну, вот мы подсчитывали от полугода до года до того, как человек принимает решение приехать к нам. И опять же мы понимаем, что каждый человек, который прибывает на территорию, он еще здесь находится в состоянии, что если мы его подведем, не будем соблюдать условия. Если ему не понравится в нашем городе, он может всегда в любой момент уехать. Но на сегодня мы смотрим, что наши специалисты повезли сюда семьи. То есть для нас это вот то, что наш город проявил себя таким образом, вот прям позитив хороший. То есть тут надо отметить, как бы выделялись квартиры со стороны администрации. Получается за прошлый год шесть квартир. То есть отремонтированы хорошие квартиры. Специалисты их заняли, все довольны. Еще одно значимое событие не только для Дальнегорской больницы, но и для всего города и даже Северного Приморья – это открытие филиала базового медицинского колледжа. Эта большая победа поможет оснастить больницу такими специалистами, как медицинские сестры и братья. А с будущего года колледж будет выпускать и фельдшеров, острую нехватку которых испытывают особенно отдаленные территории. Филиал открылся, набор состоялся, набор превысил все ожидаемые цифры. То есть более 60 человек учатся на медсестер сейчас. Кто-то платно, кто-то за счет бюджета. Но с условием того, что они потом, какая-то часть из них придет в нашу больницу, мы ожидаем того, что у нас появятся силы на еще более качественное медицинское обслуживание наше население. То есть, что мы сможем уделять больше внимания людям, они будут более у нас лучше обследованы, более получат качественные медицинские услуги. И мы сможем наконец-то удовлетворять их потребности. В данном случае, хочу сразу же сказать, что у нас и надежда 2023 года осуществить точно так же набор, уже согласованы цифры, это будут 30 человек на медсестер и 30 человек на фельдшеров по лечебному делу, бюджет. То есть, все они могут пройти, те, кто поступит на это обучение, они пройдут обучение уже в более короткий срок. То есть, медсестра будет готова за два года фактически, там год и 10, фельдшер за три года и, соответственно, вольются в наши ряды. Ну, тут уже, наверное, надо сказать, что, во-первых, у людей будут вполне себе достойны как условия труда, так и оплата, так и они получат какие-то дополнительные меры финансирования, социальные выплаты от края и от нашего государства. Значительные перемены 2022 год принес и для лечебного процесса медучреждения. Были открыты совершенно новые виды медицинской помощи, которые ранее на территории округа не осуществлялись. На сегодня мы вплотную у нас заработал центр амбулаторной онкопомощи. Люди, которые направляются сюда по месту прикрепления к территории, да, допустим, проходят химиопрофилактику, уже здесь, у химиотерапии уже здесь на месте. За счет этого облегчается просто качество жизни людей, страдающих онкозаболеваниями. А мы знаем, насколько тяжело это и понимаем, что, ну, это один из важных таких китов медицины на сегодня. Запустили мы реабилитацию, то есть койки реабилитации пока в перспективе мы хотим развить отделение реабилитации, то есть на сегодня мы занимаемся пациентами, перенесшими инсульт и травмы. В перспективе, возможно, подхватим гонколегочную патологию для тех людей, которые перенесли коронавирус. Получается, это тоже такое мощное направление. С большим удовольствием мы констатируем, что мы нашли, это как бы, да, жемчужины нашей реабилитации. У нас работают логопеды, сейчас мы работаем над привлечением инструкторов-методистов по ЛФК с педагогическим образованием, то есть и плюс еще приобретенное оборудование, о котором я выше говорил, оно позволит нам именно в большом объеме это все оказывать. Поэтому мы настроены целое отделение открывать. Вот. Мы систематизировали на поликлинике работу по диспансеризации, то есть мы вывели для того, чтобы снабжать, как бы, и наш стационар, и вовремя выявлять патологию. То есть не секрет, что очень часто, почему люди страдают, потому что мы сталкиваемся с запущенными случаями какой-то патологии, да, которая ранее не выявлялась. То есть в том числе и онкосердечная патология и прочее. Вот. Для того, чтобы улучшить эту работу, мы в одно крыло в поликлинике собрали всех специалистов, которые практически занимаются диспансеризацией, и попытались это сделать максимально удобно. В лечебной части больница мощно сейчас переходит на медицинскую информационную систему. То есть с чем это связано? То есть вообще все государство переходит в цифровые, как бы в цифровой формат. Это позволяет более просто, более легко получать какие-то выписки, справки, и более легко работать с медицинской документацией. Хотя это очень часто проходит через ломку у специалистов, которые непосредственно занимаются. Ну не секрет, что многие люди возрастные, им тяжеловато осваивать компьютер. Ну пока в большинстве случаев у нас люди так достаточно оптимистично пытаются, кто-то учится, компьютер все-таки осваивают, и поэтому это все идет. Но в связи с этим возникают некоторые формы работы, к которым мы не привыкли. Люди не привыкли. То есть, допустим, прием по записи. То есть мы призываем более активно пользоваться записью к нашим докторам, особенно к первичному звену к терапевтам, потому что именно они сейчас имеют возможность записывать в том числе и к узким специалистам, и отправлять на госпитализацию и прочее. То есть практически им доступны направления ко всем уже остальным специалистам нашей больницы. Вовремя полученная запись, с нашей стороны достаточно жесткая требовательность в том, чтобы люди заходили именно по записи. Я думаю, что мы этого добьемся, но мы по крайней мере избежим того, что люди будут стоять в очередях, страдать в поликлинике именно в ожидании приема. Не нужно будет никому приходить, как это было раньше, в 5 утра, сжечь костры и прочие пережитки. То есть мы рассчитываем, что в течение 2023 года эти процессы будут отлажены и со стороны как медицинского сообщества, так и со стороны пациентов, которые будут понимать, что гораздо проще записаться, прийти ко времени и не стоять в очереди, не тратить ни свое время. И не мучаться просто в бытовом плане, то есть где-то испытывая трудности, где находиться, где сидеть и прочее. Помимо подведения итогов прошедшего года, Роман Поляков поделился амбициозными планами на 2023 год. По его словам, сейчас больница вступила в мероприятие по внутреннему контролю качества. В этом году осуществлять его будет консалтинговая фирма, которая будет сопровождать всю работу в медучреждении. Ждем от этой работы то, что мы сможем контролировать многие процессы и, по крайней мере, некоторые вещи, которых можно избежать в виде рисков для наших пациентов, мы будем избегать за счет систематизации работы по внутреннему контролю. Это тоже такая достаточно мощная амбициозная задача, которую мы уже себе поставили на 2023 год. Ну и опять же, каждый Новый год, наверное, это не только подведение результатов, это получаются какие-то ожидания на будущий год. У нас из ожиданий, конечно, того, что мы постоянно не только будем говорить, но мы проявим свои амбиции. Больница станет полноценной больницей второго уровня на севере Приморского края, к чему мы усердно идем. Совершенно недавно, вот хочется похвалить Татьяну Викторовну Литвиниц, мы получили второй уровень оказания медицинской помощи по профилю терапии. То есть, раньше до этого у нас таким владели только кушерско-гинекологическое отделение и первичное сосудистое отделение. То есть, на сегодня мы продолжаем проявлять свои амбиции. Это позволит нам как улучшить финансирование больницы, так и привлекать больше медицинских кадров. Мы готовы, опять же, расширять и развивать новые виды медицинской помощи. Это будет паллиативная помощь, нам уже согласовано отделение на 15 коек. Это, опять же, из коек реабилитационных мы будем создавать, получается, реабилитационное отделение. Вот, и плюс еще у нас будет сформировано на первом этаже хирургического корпуса. Мы хотим снести сюда максимально лечебно-диагностические все наши мощности, которые позволят человеку, который поступает на приемное отделение, уже не бегать по всей территории больничного городка, комплексно здесь иметь возможность получить УЗИ, гастроскопию, получается сделать клинический анализ крови, непосредственно не выходя. Для этого мы будем выносить с хирургического корпуса администрацию больницы в другое место, перераспределяем, короче говоря, сейчас пока вот над этим работаем. В 2023 году, опять же, вот уже говорил, то есть мы рассчитываем набрать, помочь набрать, это параллельная организация колледж, да, получается, но мы хотим помочь им набрать людей, поэтому призываем всех, работаем сейчас активно по территории всему Приморья. Вот, опять же, понимание с многими главами у нас есть, к сожалению, не всегда тут главные врачи идут навстречу, но встречаем людей, которые заинтересованы в здоровье людей на территории и отрабатываем этот вопрос. Вот, получается, мы рассчитываем на то, что ремонты, которые начались в 2022 году, у нас это женская консультация, но она началась очень поздно, это в сентябре, да, то есть, получается, и инфекционное отделение, там была другая проблема, то есть, большой дефект, ой, был дефект проектной документации, и, соответственно, вскрылся достаточно большой объем дополнительных работ, это повлекло, соответственно, задержки с открытием данных подразделений. Все наши оптимистичные прогнозы, они пока затягиваются, ну, ждем, что все равно первый квартал мы эти подразделения постараемся запустить. Может быть, будет какая-то задержка по женской консультации, но в случае, если мы откроемся в инфекционном отделении, то есть, для нас это позволит больнице прям задышать, потому что на сегодня мы находимся в очень скованных условиях, то есть, у нас целый корпус находится под инфекцией, под инфекционным отделением, да, но, опять же, выводить с территории инфекционное отделение мы не считали нужно в течение всего 22 года, потому что мы с ковидом научились работать, собственно говоря, за период пандемии, а простую инфекцию, то есть, чаще всего ей подвержены дети, мы не были готовы транспортировать своих детей на Спаск или еще в какие-то места, поэтому приходилось, к сожалению, лечить в приспособленных, как бы, помещениях, но я думаю, что с этим вызовом мы тоже справились. Так что, если у нас инфекция переедет по своему адресу, да, и, соответственно, мы разгрузим терапевтические и хирургические корпуса, это позволит увеличить коечный фонд больницы до номинальных значений, и, соответственно, больница на самом деле, стационар задышит у нас прям. Вот. Большая у нас надежда, и опять же призываем людей приходить обследовать свое здоровье в рамках диспансеризации. Это позволяет проводить скрининговые мероприятия, и на сегодня, опять же, получается, вот у нас эта идея выстрелила в декабре 22 года, и сейчас мы это будем только развивать. Хочу сказать, что, допустим, в случае направления людей на гастроскопию, на колоноскопию, наши специалисты, у нас сейчас работают три специалиста, врача-эндоскописта, трое, то есть чего нет на территории, вплоть до, наверное, Уссурийска. То есть ни Спаск, ни Арсеньев этим не могут похвастаться. И наши анестезиологи-реаниматологи поддержали нашу просьбу, их у нас тоже сейчас увеличилось количество, их пять на территории. Мы готовы проводить по направлению, по медицинским показаниям, тем людям, кто должен пройти колоноскопию в медикаментозном сне за счет ОМС. То есть людям не надо теперь тратить деньги, как-то договариваться. В случае, если они направлены на эту процедуру, записались, прошли комфортно в медикаментозном сне, обследовались, то есть это достаточно прогрессивное такое с нашей стороны начинание получается, что в некоторых странах уже практикуется и позволяет очень здорово влиять на смертность от онкологии. Будем и остальное развивать. Сейчас у нас мы должны развить корбиопсию простаты, то есть это взятие пункций из непосредственно ткани простаты у мужчин. У женщин мы уже берем, делаем корбиопсию молочной железы при направлении на рак. И наши специалисты, они прям были довольны, когда они у молодых женщин находили это. То есть мы понимаем, что у человека ни инвалидности не будет, ни умрет человек, будет здоровая, нормальная женщина. То есть и все будет хорошо. Ну и пытаемся как бы в каком-то бытовом, возможно, плане, получается, соответствовать. То есть вот для нас находка явилась, и мы это воплотили уже в 23-м году. Даже в питании мы сейчас можем себе, оказывается, позволить, чтобы наши люди выбирали хотя бы некоторые позиции в питании, чтобы они выбирали и выбирали какого-то характера им суп кушать или там что на пол не кушать. Ну такой вот позитив. Поэтому прошу всем очень бережно относиться к нашим докторам. Все-таки это штучные кадры на сегодня. Дефицит врачей, здравоохранения – это мировая проблема, не только дальнегорская. Прошу заботиться о своем здоровье, приходить на обследование, на диспансеризацию обязательно проходить. Если есть какие-то проблемы, которые требуют решения, либо воспринимаются как системные, мы всегда готовы к диалогу. То есть готовы их решать, и прошу учитывать, что весь коллектив нашей больницы, мы все живем здесь, мы позиционируем себя как жители нашего города, как патриоты, возможно, как это бы громко не звучало. Поэтому мы тоже хотим работать для наших людей. Ну и ждем в ответ где-то, может быть, одобрения, поддержки. Если критики, то такое позитивное, которое приведет к тому, что мы сможем на нее отреагировать и убрать недостатки. На этом мы закрываем окно в здравоохранении. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова